Этот год, конечно, всем нам доставляет много неожиданностей, испытаний. И, наверное, именно в этот период становится максимально значимой задача достижения результата при оптимальном соотношении качества и минимальных затрат. Наши специалисты в своих выступлениях будут вам рассказывать, что применение тех или иных продуктов поможет вам и сэкономить, и получить качественное зерно. На поле пшеницы и на поле подсолнечника у нас прошел град, сильнейший град. Когда вы будете ходить по демоделянкам, вы обратите внимание на флак-лист, который побит, и на подсолнечные листья, которых практически не было. Но, тем не менее, были мысли разные по тому же самому подсолнечнику, хотели пересевать, решили сохранить. И решили показать, как бывает, и что мы с этим делаем. Обработка семян Обработка семян — это не самый трудоемкий, но один из наиболее важных элементов в системе защиты растений. Почему? Неправильный подбор препарата, либо его, в принципе, отсутствие, может привести к снижению потенциала урожайности той, которую вы могли бы получить, до 20%. Это в среднем. Я сегодня расскажу про Нагайну, про нашу новинку. Нагайна — это базовый инсектофундицидный протравитель зерновых культур с усиленным действием против вредителей. В его составе тебуконозол, тябендозол и плотинидин. Препарат чисто зерновой, зарегистрирован на азимой яровой пшенице и на азимом яровом вичмене. Какие преимущества есть у препарата? Первое, конечно же, наиболее интересное — это всё в одной канистре. Инсектофундицид в одном флаконе. Полный контроль головней. Тебуконозол здесь дозировка полная, 30 грамм на тонну. А несмотря на то, что тебуконозол в каком-то смысле действующее вещество уже морально устарело, до сих пор среди триазолов тебуконозол является стандартным в борьбе против твёрдой и пыльной головни. Лучше этого действующего вещества, в принципе, пока ничего не работает. Контроль гнили на среднем функционном фоне. Это обеспечивает тебендозол. Препарат базовый. Контроля гнили будет достаточно для использования не по фузариозным предшественникам сева зерновых культур. То есть не по сахарной свёкле, которой у вас нету, не по кукурузе, по всем остальным предшествиям, как контроля почвенной инфекции, в первую очередь фузариозов и гнилиминцепариозов будет достаточно. Но основной особенностью препарата является не его фунгицидная, а его инсектицидная составляющая. Клотинидин, во-первых, обеспечивает усиленную инсектицидную защиту. Дальше я расскажу почему. И второй физиологический эффект. В принципе, у всех неоникотиноидов он есть, он у каждого свой. Клотинидин не является исключением. У нас также есть новинка, отдельное фунгицидное решение. Это протект комби. Среди нашей линейки протравителя это наиболее сильное, наиболее премиальное и универсальное решение для защиты семян зерновых культур. Это фунгицидный протравитель с усиленной защитой, в первую очередь, против корневой книли, основного патогена и имеющий физиологический эффект. Препарат четырехкомпонентный. В своем составе он содержит флудиоксанил, темоконозол, противоконозол и перакластробин. Препарат также чисто зерновой, зарегистрирован на азимой яровой пшенице и на азимом яровом ячмене. Вспоминаем на гайну. Спектр действия. Естественно, твердая пыльная головня при снимении семян нальтернаре. Контроль полный. В отличие от накайных, пузыриоз и гельминтоспириоз на протекте комби будет контролироваться полностью лучше. Здесь дозировка флудиоксанила, который усиливается перакластробином и противоконозолом. Контроль горневой книли будет на, скажем так, высоком уровне премиальных протравителей конкуренции. Будем говорить о гипницидах и фунгицидах. Начну я с гельминцидов. Подскажите, пожалуйста, все пробовали наш Каен? Мы тоже не стоим на месте и с следующего года выпускаем интересный гельминцид. Это Каен Турбо. Чем он отличается от нашего Каена? Теперь здесь трибидурон метил, инфинс, инфурон и фуумецуа. Три действия вещества. Это мощный гельминцид против удольных растительных. И также, напомню, он жидкий. Это уже не порошок, это жидкий продукт. Итак, в чем его основные особенности? Прежде всего, мы взяли большое количество веществ. Теперь мы действительно полностью можем контролировать подморенник. Не важно, сколько мутовок, все равно будет его контролировать. Будет лучше контроль по мари, по ботикам, по сотам, по ромашке, по щирице. И, естественно, это мягкий гельминцид. Что такое мягкий? Это значит, что он никаким образом не влияет ни на пшеницу, ни на ячмень. И еще большое преимущество, его можно применять до флаг листа. То есть мы теперь не ищем этого второго междоузлия, не боимся, что опоздаем по безгормоналке, а спокойно встраиваем нашу систему защиты и туда добавляем наш каинтург. Итак, я уже сказал, что он жидкий. Сделали мы его на основе масла. Для чего масло? Чтобы усилить его эффективность. Все вы знаете, что масло хорошо растекается по листу, хорошо разъедает восковой слой. Здесь вещество быстрее проникает в сторону растения, естественно, мощнее действует. То есть это жидкая мощность, а не мочевина. Теперь проговорим про фунгициды. У нас в том году вышел такой замечательный продукт, кситрон. Подскажите, кто-нибудь в этом году пробовал его? Понравилось? Опять-таки, да, это противоконазол и пиракостробин. Это то есть трогалурин и триозол. Итак, какие его преимущества? Прежде всего, это, естественно, контроль пятистности. Как Дима говорил, противоконазол это самый лучший триозольный продукт по пятистностям. То есть это если у вас сетка, если септориоз в данном случае, в этом плане хорошо. Дальше, срок защиты 28 дней. Благодаря пиракостробину, это самый долгоиграющий трогалурин, мы надежно защищаем наши зерновые в течение 28 дней. То есть обработали и забыли. И, естественно, да, как сестра билурина, как астробин обладает мощным физиологическим эффектом. Если мы работаем во флаг лист, да, то это продление жизни флагового листа. То есть зерно лучше наливается, зерно больше хорошего качества. Почему это происходит? Потому что активно начинает открываться устица, растение интенсивно дышит, потребляет больше азота из почвы. И тем самым у нас вот это получается отменяющий. Инсектицид против гусениц. Это хлопковая совка, луговая мотылёкка и капустная моль, и всё то, что связано с чешуекрылыми вредителями. Что это такое? Это инсектицид промокс. Я сейчас буду говорить простыми словами, чтобы было всем всё понятно. Что это такое? Это лямбда цигалатрин и индексокарп. Грубо говоря, тем, кто знал каратезион. Это каратезион и авант. Внутри два этих действующих вещества. Индексокарп – это классический вариант контроля чешуекрылых вредителей, лямбда цигалатрин. Мы здесь добавили и усилили индексокарп тем, чтобы он более быстро работал против вредителей. У него уже есть регистрация, у него в регистрации 6 полевых культур. Это подсолнечник, кукуруза, свёкла, картофель и оба рапса – азимый и яровой. Для чего его делали? Делали для того, что у нас очень высока проблема сейчас с вредителями. Сейчас уже есть варианты и хлопковой совки, она летает, луговой мотылёк уже есть. Чем примечателен промекс? Это спецпродукт для контроля только чешуекрылых вредителей. Он работает очень быстро за счёт того, что внутри лямбда цигалатрин. Он работает долго из-за того, что там внутри индексокарп. Что такое индексокарп? Это трансламинарное действующее вещество. Вы, когда его нанесли на лист, оно быстро впиталось, проникло в верхнюю часть листа и на нижнюю часть листа. Это очень важно для контроля чешуекрылых вредителей. Почему? Яйца вредителей лежат снизу листа. Гусеница, когда отрождается, она начинает жрать лист с нижней стороны, потом прошивает его на верхнюю. Поэтому очень важно, чтобы там было всё и с нижней, и с верхней стороны листа. Защищает в нормальных условиях. Если у вас вредитель в рамках ЭПВ находится до 21 дня, если вы находитесь в вспышке вредителя, нужно делать две обработки с разницей в 14 дней. То есть это нормальная история для контроля гусениц именно. Он очень хорошо работает при высоких температурах. После обработки, если становится жарче, индексакарп работает лучше. Лямбда цикалатрин это перетроит. Он плохо фотостабилен, то есть он быстрее разлагается. А индексакарп не разлагается, работает только лучше. И если на растение попал этот препарат, он уже через 3 часа дождём не смывается. По поводу механизма действия. Очень сложная схема, но скажу одно. Все наши инсектициды на российском рынке работают по одному принципу. Практически все, 90% работают по одному принципу. Действуют на нервы. Вредитель, если сожжат заражённые растения, что у него происходит? У него происходит паралич мышц. Он не может ни есть, ни двигаться, ни питаться. Если гусеница не питается, она не охлаждается, она умирает, она не растёт. Всё. Мы когда придём в поле и когда увидим вот такую гусеницу, это вот как раз то самое время, когда надо работать. По нашему мнению. На самом деле немножко неправильно. Чешуекрылые вредители к этому моменту уже наделали делов, напроказничали. Возможно, это уже не первое поколение на вашем поле. И у вас будут гусеницы на поле от вот таких до вот таких. То есть лучше всего, когда у вас гусеницы на поле одного возраста. И как это сделать? Надо мониторить вредителя. Когда вы покупаете инсектицид, либо вы находитесь в зоне распространения вредителей, рекомендуется покупать феромонную ловушку. Если у вас подсолнечник, надо брать две. Хлопковая совка, луговой металёк. Этого достаточно. Увидели, что в ловушечку что-то там приклеилось, да? Выйдите в поле с краю. Походите, посмотрите. Листочки повереворачивайте. Увидели яйца? Если яйца есть, готовьтесь. Где-то 3-4 дня, и вам надо уже закрыть это поле с обработкой. Почему? Потому что если вы увидели яйцекладку, потом уже идёт следующая история. Это гусеницы первого возраста. Обработали по яйцекладке, вылупились гусеницы. Самые мелкие, самые хилые. Вы их убираете инсектицидом, максимально снижаете популяцию вредителя. И риск развития дальше, что у вас вредители будут нарастать, очень незначительные становятся. Да, может быть вспышка, может быть ещё что-то. Но в нормальных условиях вы увидели яйца, выезжайте, обрабатывайте, чтобы к моменту отрождения гусеницы вредитель... Но инсектицид был на месте, и вредитель мог его просто съесть. Сейчас возрастает количество классического подсолнечника. Классический подсолнечник в России очень тяжело защищать против сорняков, особенно двудольных, по одной простой причине. Почему? У нас кроме почвенника, как хорошего решения в контроле двудольных сорняков, подсолнечники нет. В основном это почвенники. Да, раньше была сальса. Что такое сальса? Это метсульфуронметил. Для чего её придумали? Чтобы в крестоцветной культуре убрать крестоцветные сорняки. Он хорошее действующее вещество, но очень сладо по море щириться. Для юга морщириться это беда и проблема. Почему? Большое количество запаса семян в почве. Мы раньше животноводством занимались, у нас были коровы, которые всё это ели, и всё это мы, извиняюсь, конечно, вывозили обратно. Вот здесь у нас применялся почвенник, наш почвенник Ирвин. Это S-металлохлор и терботилозин. Ни один почвенник на рынке России не контролирует многолетние сорняки. То есть вот у нас контроль. Здесь очень высокая культура ведения полей. Здесь очень высокая агротехника. Здесь нет большого количества сорняков. Очень хорошая была подготовка почвы. Здесь с полями работают в хозяйстве очень-очень хорошо. Вы можете увидеть, что на контроле преобладал что здесь вьюнок. Вьюнок убить почвенным гербицидом нельзя. Поджать, частично поджать можно, но если будет очень влажно. Опять же, почвенные гербициды очень хороши в двух случаях. Если вы его применили своевременно под дождь, при отличной обработке почвы, или когда у вас есть почвенная влага. Почвенные гербициды плохо контролируют канатник и дурничник. Почему? Вот такое семя по сравнению с другими сорняками. Оно в 10 раз больше семени маря, либо семени щирицы. И поэтому ему надо действующие вещества намного больше. Поэтому, когда вы заходили, вы в этом крае могли видеть канатник. Здесь, с точки зрения сорняков, засоренность после почвенного гербицида очень низкая. Вот этот контроль, скажу честно, не особо показателен. У нас сейчас на сульфо-подсолнечник перейдем. Мы посмотрим, какой истинный фон сорняка здесь. Здесь просто контроль накрыли там, где попалось. Вот, неудачно. Объективно, неудачный контроль. Кроме вьюнка ничего нет. Здесь подсолнечник устойчивый к сульфанилмочевинам. Это мессадур. Здесь мы применяли 16 мая. Мы здесь применили полную дозировку трибинуронметила, 50 грамм. Он, можете посмотреть на подсолнечник, и все хорошо. Он нормально все это дело выдержал. Вот, с точки зрения. Потом отдельно мы отработали против злаков. Злаков было немного. Что мы потом сделали? Здесь град как раз был где-то после обработки граминицидом. Здесь прошел град. Вот, вы видите последствия града. Мы хотели применить аминокислоты с микроэлементами чуть пораньше. Почему? Холодно было, не росло. Думали, стимулируем, чтобы он рос. Потом нас накрыл град. Мы это все дело обработали панчем с фертексом. Панч это аминокислоты 30%. Если кто-то работал аминокатом, это аминокат. И фертекс это наш коктейль из микроэлементов. Мы их смешали для чего? Для того, чтобы к нашему дню поля подсолнечник отрос и выпустил нормальные листья. То есть вы можете сейчас на подсолнечнике посмотреть, что град закончился на раз, два, три, четыре. Вот где-то на пятой паре листьев. И дальше он начал выпускать листья. Да, они побитые. Почему они побиты? Потому что они были вот такой вот звездочкой еще. Здесь их попало, повредило. Но дальше они идут без всяких повреждений. Трибинурон метил не должен убивать вьюнок. Он его гасит, делает неконкурентно способным с культурой. Дальше он ветвится, расплетаться. Не будет, завивать он ничего не будет. На контрольном варианте вьюнок цветет. Да, он его не убил. Он его не высушил, он не стал сухим. И не надо, потому что трибинурон, во-первых, это делать не может. Контроль вьюнка – это контроль с глифосатом, клопиролидом и всякими другими действующими веществами. То есть контроль убить вьюнок, убивать вьюнок в подсолнечнике не надо. Его надо придушить, чтобы его сейчас подсолнечник закрыл, дальше он развиваться не будет. Вот этот вьюнок развиваться не будет. Марь. Вот она какая была, Марь. Сейчас вот, сколько тут сейчас дней прошло? Вот прошло 14 дней после обработки. Вот так вот выглядит Марь. Эта Марь погибла, ничего с ней не происходит. Она больше не растет. Давайте еще раз с вами поговорим о нашем новом продукте Каен Турбо. Я вам напомню, это жидкий продукт, вроде влудольных сорняков. Состоит он из трибинуронметила, тифенсульфурона и флууметсулама. То есть это жидкий новый интересный продукт. Посмотрите, пожалуйста, вот перед вами контроль. Я вот отойду, чтобы было видно. Здесь мы ничего не делали, мы накрывали пленкой. Ни фунгицидов, ни гербицидов, ни сиклицидов не было. Посмотрите, какое большое количество дискурений стоит и цветет. Очень много в контроле вьюнка. В данном случае, сейчас если вы посмотрите на поле, можно вот здесь даже подойти, посмотреть. Здесь осталось дискурение. Дело в том, что в хозяйстве работали по переросшей дискурении. И вы если посмотрите разницу, как она выглядит здесь и как она цветет в контроле. То есть дискурение для вас действительно бич. Это сорняк, который на юге постоянно везде есть. В данном случае Каен Турбо очень хорошо ее сдержал. Если бы работали еще бы пораньше, то ее бы, скорее всего, совсем не было. Что касается вьюнка, его тоже здесь практически нет. Как я уже говорил, Каен Турбо эффективен против вьюнка, но нужно не забывать, что он уничтожает только надземную массу. То есть корневище остальное. Фунгицид, который был применен на варианте Агроэкспернгрупп и на варианте хозяйства, это фунгицид ферозим грин. Он был применен в первое междоузле растения. А мы с вами знаем, что в первое междоузле растений, что происходит в растении, закладывается колос. Да, все правильно, закладывается колос. То есть подкормки, которые мы делаем с вами весной, они тоже направлены на закладку более мощного колоса. И если в момент первого междоузлия мы применяем физиологический фунгицид, например, как ферозим грин, содержащий пиракула, страбин и карбендозим, то колос у нас, соответственно, закладывается более мощный и полный. Это вариант Агроэкспернгрупп, здесь вариант хозяйства и это контроль, без обработки. Более зеленая на варианте здесь и здесь. Если сами растения взять, нижняя часть, так? Листьев больше вот здесь вот. Это я объясню почему. Вот. Меньше листьев здесь. Но колос на варианте хозяйства и на Агроэкспернгрупп заложился тоже очень хороший. Здесь все гораздо меньше. Потому что физиологический фунгицид отвечает за питание растений. Вы все знаете, что пиракуластрабин, он воздействует на фермент нитраторедуктазу в растении, и растение начинает более интенсивно потреблять азот. Соответственно, в этот момент и более крупный колос закладывается. Если мы чуть опаздываем с обработками, применяем, например, не на первом междоузле, а по второму междоузле, это тоже прекрасный вариант, потому что во втором междоузле у нас закладывается не сам колос, а вот эти вот боковые колосочки. Теперь вторая обработка. На варианте хозяйства был триозольный фунгицид фарга. Мы применили на своем варианте фазу флаг листа, начало колошения, фунгицид синтрон. Фунгицид синтрон состоит из двух действующих веществ, перакластрабин и протиоконазол, то есть последний из синтезированных триозолов. Что нам важно обычно бывает от фунгицида? Ну, во-первых, чтобы он эффективно работал против болезней, чтобы он долго держал, обладал длительным защитным действием, ну, а еще было бы очень здорово, если бы он обладал физиологическим эффектом. И вот во время обработки по флаг листу, применяя синтрон, вы тоже получаете физиологический эффект. Потому что в этот момент перакластрабин воздействует на массу тысячи зерен. Так как хозяйство здесь семенное, и задача получения здорового зерна, это одна из основных задач хозяйства, был применен перед цветением фунгицид крестраж, содержащий 2-3 азола, протиоконазол и тебоконазол. И на хозяйственном варианте также был применен крестраж для защиты от листовых болезней пятнистости и для защиты от болезни колоса. В первую очередь от болезни колоса. Прибавка урожайности в зависимости от того, когда вы используете, что вы используете. Например, на аферазим и грин где-то до 12%. Я не говорю по цифрам, потому что у каждого урожайность разная. Условия года тоже могут быть разные. Но где-то 12-14% прибавки урожая вы получите. То же самое по синтрону, то же самое по крестражу. Я стараюсь участвовать в таких мероприятиях везде, где бы они не состоялись. Кто бы их ни проводит. Какие-то именитые фирмы или люди, которые только начинают. Почему? Потому что в любом случае получаешь новую информацию. В любом случае ты впитываешь те знания, которые кто-то уже приобрел, которые освоил. Потому что освоить человеку все знания невозможно. А вот когда ему освоенные знания преподносят уже в виде определенного шаблона или в той форме, которая понятна ему, вот в этом и ценность таких мероприятий. И я очень рада, что у нас становится их все больше и больше. И я благодарна агроэксперт-групп, что они проводят эти мероприятия. Приглашают не только сельхозтоваропроизводителей, но приглашают еще и экспертов. Потому что мы тоже учимся. Ведь мы хорошо знаем систему питания. Но защита растений, которая идет параллельно со системой питания, это всегда вопросы. А эти вопросы нужно кому-то задать. А здесь есть кому-то задавать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok